Добрый вечер! Здравствуйте, мои дорогие подписчики и слушатели моего канала «Этюды обо всём». Сегодня 14 июня, и для того, чтобы качественнее вам рассказать о том событии, которое случилось 21 марта 2010 года, когда я присутствовала на Совете Миров на Галактическом съезде, на котором решались важные вопросы. Для того, чтобы качественнее осветить это событие, я хочу вам рассказать ещё об одном понятии. Таком понятии, как голосование вес одного голоса, который голосует. И здесь я коснусь такой проблемы, как понятие реинкарнации душ. Хотя, по-моему, мне кажется, что реинкарнация – это слово недостаточно точно отражает тот процесс, который происходит на так называемом тонком плане, которого мы не видим обычными глазами. Мне кажется, что слово реинкарнация отражает только процесс повторного подключения души к человеку. И вот именно этот процесс можно назвать словом реинкарнация, то есть сам процесс. Само широкое понятие, даже не переселение душ, а само широкое понятие, когда душа подключается к человеку, то есть она берёт шефство над человеком, оно трудно объяснимо. Трудно объяснить сейчас в двух словах, потому что это затрагивает несколько тем вообще. Ну, что касается того, что мне надо объяснить. Во-первых, когда индивидуум голосует на Совете миров за принятие того или иного вопроса, прежде всего он голосует, его голос не равен одной единице. Каждый индивидуум, когда голосует, у него учитываются все прошлые жизни, которые до этого прожила его душа. И чем древнее душа, тем большее количество голосов он привносит в своё направление. Если, допустим, индивидуум прожил тысячу голосов, значит, поднимая руку за тот или иной вопрос, за то или иной выбор, принятие вопросов, голосование, он отдаёт тысячу голосов. Если другой индивидуум прожил две тысячи жизней, значит, его мнение перевесит, если он будет голосовать в другом направлении, его мнение перевесит аж на тысячу голосов мнение первого индивидуума. Вот. И так как голосование происходило именно в таком формате, о котором я говорила, значит, здесь надо ещё сказать о том, что такое вот это слово реинкарнации, количество голосов у одного индивидуума. Я сейчас не могу вам сказать, не помню точно, когда мне была дана информация в первый раз о моей прошлой жизни. Возможно, это было в 20 с небольшим лет, когда я вспомнила в видении во сне с явным эффектом присутствия, что у меня были такие вот обстоятельства в моей какой-то жизни прошлой. Я ночью во сне в этом видении видела, что я молодой парень, я прям чувствовала, что моя душа находится в этом молодом парне. это происходило, наверное, где-то, ну, что это, знаете, Мексика, Юкатан, вот это вот, вот такие вот широты. Там были, помню, горы, были леса, такие вот характерные для таких местностей. И вопрос стоял, не знаю, когда это происходило, в каких веках Дальмуча, но явно, наверное, до 16 века, вот, у них были поверья, что какому-то божеству надо приносить жертву. Вот, не знаю, куда относились эти жертвы, но в жертву выбирались самые сильные, хорошие, самые видные представители определенного рода. вот, значит, с одной стороны, это было почетно, а с другой стороны, конечно, ты понимаешь, что хоть и рады своего народу, но ты погибнешь. И вот, значит, когда очередной раз выдалась такая ситуация, создалась такая ситуация, что надо было в очередной раз приносить лучшего представителя племени для того, чтобы принести в жертву, значит, я добровольно вызвался на эту роль. То есть, из всех молодых мужчин, которые там были, почему-то мужчины были в этот раз, может быть, это всегда было там, молодых мужчин, я вызвался добровольцем ради, это делалось для своего народа, для того, чтобы Бог относился хорошо, благотворил именно к моему народу. Я вызвался добровольцем, и когда настал день, я добровольно пошел, значит, на какую-то гору, я помню, что это было ранним-ранним утром, все еще спали, и я знал, что в этот день мне надо идти на гору, чтобы, как я понимаю, сброситься с горы, вот, сброситься с горы и попасть непосредственно к Богу. И вот, значит, я иду по этой утренней дороге, горной, вот, какая-то растительность, там это было теплое время года, я иду почти раздетой, на мне немного одежды, я помню, вот, я иду один, совершенно один, и вот, наедине со своими мыслями. Я иду, я понимаю, что меня ожидает, вот, определенное состояние такое, когда ты идешь, ты понимаешь, что это последняя твоя тропа. И вот, значит, я дошел до этой самой, до этого самого места, это тоже такой выступ, как бы, тропа-тропа, и она заканчивается, вот, наверху еще гора, и вот с этого места ты должен сброситься с горы, в жертву принести себя. Вот, наверное, это была самая первая информация о моей прошлой жизни. Далее я вам расскажу еще одну жизнь, которая была где-то, ну, где-то в 16 веке, наверное. Я был тоже, я была тоже мужчиной, мужчиной, скорее всего, это Испания была, вот, Италия, ну, скорее всего, это Испания, хотя, что-то вот, либо Италия, либо Испания, вот, может быть, это был итальянец, который долго жил в Испании, Испания завоевывала эти, как раз, мексиканские вот эти страны, вот, где эти пирамиды, Юкатана. И я был миссионером на этой земле, то есть, священником, который с миссианской, с миссионерской миссией попала в эти края. И это как раз был тот период, когда, наверное, заканчивалась эта кампания, а может быть, они добровольно уже уходили оттуда, но я понимал, что там уже почти не осталось никого из наших, из миссионеров. я, видимо, там уже долго жил, потому что я помню свой кабинет, небольшая комната с высоким потолком, где было много-много книг, вот, очень много книг было, и я там вечерами сидел, что-то писал, и, видимо, читал книги. Вот, свет был какой-то такой, то ли лучина, что-то наподобие свечки, и вот, я помню вот эти вот одинокие вечера. Я была мужчиной таким грузным, не худым, взрослым, наверное, под 50 лет, не знаю, может, под 40, под 50. Для тех времен это был уже как бы пожилой мужчина. Там были туземцы, невысокие, смуглые, худенькие. Вот, и почему-то я помню, что я был уже последним, то есть из наших, из миссионеров меня никто, в принципе, не окружал. И у этих туземцев был такой обычай, почему-то я помню, что я должна была тоже, я должен был тоже вскоре уехать или уйти, или, ну, что-то вот такое, что наша миссия как бы заканчивалась, и мы оттуда уходили. Я так понимаю, что не было успеха в привлечении этих туземцев к христианству, может быть, мы махнули рукой на то, что успешно завершится эта миссия. вот, как-то без всякого энтузиазма, я помню, смотрела на это. И вот у этих туземцев был такой обычай, у них было свое поверье, у них были свои законы, которые мы не совсем понимали, и которые никак не могли соотноситься с тем христианством, которых мы хотели внести туда. У них было поверье, что если выпьешь кровь праведного человека, то эта праведность войдет в тебя. В какой-то степени они были правы, потому что в крови находится душа, тело души, во всяком случае, хоть она и нематериальна, но она именно базируется в крови. И вот они решили выпить мою кровь, но я об этом не знал. То есть я так понимал, что меня то ли на прощание, то ли на какой-то важный разговор пригласили эти туземцы. Мы сидели вокруг костра ночью, вот, это было уже темно, горел костер, вот, красивый, и вокруг этого костра сидела, точно не скажу, но, наверное, человек семь, человек семь старейшин, главарей, уважаемых людей, которые были в этих племенах. Вот. Они сидели, о чем-то говорили, вот, понимал я их, не понимал, я не знаю, скорее всего, не понимал. И в какой-то момент, значит, мы стали пить какой-то напиток, вот, я подумал, что это, ну, как обычное угощение, и тоже выпил это угощение в какой-то такой деревянной, что ли, посуде такой, грубоватой, наподобие пьелы такой, мне дали это выпить, значит, я выпил, и я почувствовала, как у меня немножечко стало сонное такое состояние наступило, сонное такое немножечко, это было что-то среднее между дремотой, расслаблением, такое вот состояние, ну, я так понимаю, что это был какой-то напиток с внесением туда каких-то травяных соков, которые вели меня в состояние такое, не то, что наркотическое, нет, не наркотическое, а состояние обезболивания, то есть анестезия какая-то легкая такая, вот, и значит, что еще, я помню, что я, как человек, наверное, не привыкший к этому, они, я помню, что они сидели, хотя они пили тоже такой напиток, а я свалился, так, прям там же, мы сидели на земле, на траве, я свалился, значит, на бок, и я помню, как это их не удивило, то есть они ожидали, что это так и будет, вот, потому что я ждал, наверное, какой-то помощи, и наверное, немножечко удивился, хотя я не помню этих эмоций, я должен был удивиться тому, что они не спешили ко мне на помощь, у них были какие-то растения такие, лианы, может быть, и они достали трубочки, тонкие, тонкие, длинные, длинные трубочки растительного происхождения, и заточили их остро, я помню, что вот эти вот деревянные, наверное, это лианы какие-то, трубочки, длинные, и они были заточены настолько остро, как иголки, и этими иголками они стали протыкать мои вот эти вот артерии на шее, вот здесь у меня полная шея родинок была в молодости, потом они превратились в папилломочки такие, вот, а тогда это были большие-большие такие родинки, вся шея была в родинках, и вот они меня проткнули вот в эти сосуды, и каждый человек сидящий там взял вот эту трубочку, воткнув мне в какие-то артерии, они стали пить мою кровь, вот, вот, и мне не было больно, не так сильно больно, я только чувствовала, что вот втыкается и так далее, но больно мне не было, и они долго, наверное, это делали, сидели не торопясь так, вот, пили кровь, значит, эту выпивали, это был у них ритуал такой, и я чувствовала, я лежала на боку и чувствовала, что из, в первую очередь, из ног, из рук, начиная с кончиков, уходит постепенно тепло, уходит жизнь, сначала, начиная с кончиков рук и ног, они стали неметь, вот, как происходит такая ситуация, когда ты отсидишь ногу или руку, и вот мурашки-мурашки бегают по ноге или по руке, сначала было вот такое ощущение, а потом, начиная с кончиков, эти ощущения все поднимались наверх-наверх, то есть, кончики уже не не чувствовали этого вот этого покалывания, как мурашки, они становились холоднее, холоднее, и, что самое главное, я явственно чувствовала, что вместе с кровью уходит моя жизнь, уходит жизнь, она тает именно с кровью, вот как она все, вот это вот кровь становилась сначала в конечностях меньше и меньше, и в самую последнюю очередь вот здесь вот, значит, и вот это вот жизнь все уходит, 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 значит, и вот потом, потом я, ну, когда я очнулся, я увидел, что я нахожусь в яме, в яме со змеями, была это вторая ночь, или это та же ночь, вот сейчас я не вспомню, но мне тогда казалось, что это была вторая ночь, что они не до конца выпили мою кровь, а какой-то, какую-то часть оставили, и я была еще жива, то есть я был еще жив, меня отправили в яму со змеями, у них было еще второе поверье, что если человек просидит в яме со змеями, и змеи его не покусают, то есть они примут его, потому что у них змеи были очень мудрые, они верили, что змеи очень мудрые, и они знают намного больше, чем человека, если они не укусят этого человека, это действительно праведник, и если они примут его, значит, это действительно праведник, праведник, возможно, это было после, после того, как они выпили кровь, то есть сначала у змей я посидела, потом, сейчас я уже не помню, сейчас, я вот, насколько вспоминаю свое ощущение, что сначала они мне выпили кровь тут же возле костра, а потом они меня кинули в яму со змеями, ну, как человек обычный, я, конечно же, боялся змей, конечно, мне было неприятно, вот, присутствия, их было очень много, вот, прям, все, значит, вся яма, а яма была, знаете, такая, не очень глубокая, наверное, ну, не знаю, сколько, полтора, два метра, до двух метров, наверное, глубиной была, и она была такая, в форме, казана, в форме казана, и, по-моему, она была, вот, оплетена со всех сторон, как корзина, вот этими прутьями, возможно, даже, это сначала яма рылась, а потом туда опускалась, вот, эта огромная, огромная корзина, чтобы яма не обрушалась, не обрушилась, ну, стенки, чтобы не обрушились, и вот я сидела в этой плетеной яме, вот, выбраться, естественно, я не мог, потому, что я был обездвижен этим, не ядом, а соком, соком травы, определенной, которая меня обездвижила, я лежала спокойно, но я все чувствовал, чувствовал прикосновения этих, мог закрывать глаза, почти не мог шевелиться, ну, там, самую малость мог шевелиться, я помню, когда меня бросили, туда, змеи окружили меня, змеи окружили меня, вот, буквально все, 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 прям на лице, вот, на теле, везде были змеи, значит, но я чувствовал, несмотря на свой страх, на все вот это вот неприятное ощущение, я чувствовал, насколько змеи умные, я чувствовал их, и чувствовал все вот это вот отношение ко мне, да, что они спокойно относились ко мне, они окружили меня, легли, тоже уснули, и вот таким образом я проспал до утра, вот таким образом я даже проспал до позднего утра, и, возможно, уже потом, потом, на второй день, когда наступила ночь, возможно, тогда у меня выпили кровь, я сейчас не помню, честно говоря, но я вам скажу, что я была там два дня, то есть это было два дня, начиная с вечера, когда меня туда пригласили на этот званый ужин, на который я думала, что это званый ужин, и ночь, и следующий день, на следующий день я умер, то есть вся жизнь из меня вышла, и вот это вот яркое, яркое воспоминание о прошлой жизни было при таких обстоятельствах, я тогда жила с сыном маленьким у сестры, и сыну было где-то лет шесть, это дошкольник он был, мы у нее жили летом, вот, это в Солодушино тоже было, в Волгоградской области, и вот как-то придя с рынка, я там продавала ее огурцы из теплицы, и вот, значит, приехав с Николаевки с рынка, я, значит, легла в комнату, и сын тоже лег со мной, я говорю, давай поспим, я так устала, рано встала, и мы легли спать, но сын мой уснул, а я не успела уснуть, то есть я вот-вот бы еще и провалилась сон, но тут я почувствовала, что одна моя часть сознания, да, вот мое сознание, оно в другом месте, оно перенеслось далеко-далеко, вот в прошлое, вот туда вот, как я понимаю, я не знаю, какая это страна, Мексика, там, еще какая-то страна, я туда провалилась в это время, в это время полностью, что я нахожусь в другом времени, в другом месте совершенно, и в другой жизни, я все это почувствовала, это удивительное чувство, то есть я находилась одновременно в двух местах, одно место было в далеком прошлом, в другом теле, в другой жизни, в другой стране, совершенно другая обстановка, и одна, вот я Наталья лежу на этой кровати, и как бы пыталась уснуть, но тут я понимаю, что я постепенно-постепенно проснулась, и я тут уже не сплю, то есть это сон наяву, если бы я не проснулась, если бы я спала, возможно я приняла бы это за какой-то сон, за какое-то видение яркое и так далее, но я была в полном сознании, то есть я могла шевелить руками, ногами, но мое все внимание было до того захвачено, что я продолжала лежать, я так на боку лежу, и помню, думаю, а что происходит, то есть Наталья думает, что происходит, что происходит, никогда такой со мной не было, а другой, значит, вот этот мужчина, он живет, он переживает, он все это чувствует, то есть прошло два дня, пока я, не знаю сколько точно, наверное, около часа все это было, вот за этот час я прожила там два дня, полноценных два дня, спала, проснулась, кровь выпили и так далее, вот это было удивительно, когда все это ушло, я еще думала так, ой, не спугнуть бы, не спугнуть бы, думаю, шевелиться-то можно, шевелиться-то можно, пошевелила рукой, думаю, вроде можно, все я чувствую, то есть одновременно в двух местах я была, в мое я, представляете, какое-то удивительное событие, и вот таким образом я, это было где-то 2001 год, когда сын еще у меня был, не школьник, 95-го года рождения, значит 2001 год, наверное, ну может быть 2000, не знаю, точно уже не помню, и вот это событие было, со мной тоже, вот, с одной стороны, когда я очнулась, я понимала, да, что это, ну, просто какое-то, такое, это какая-то сверхвозможность, да, что с обычными людьми так не может быть, чтобы они перенеслись в совершенно другое время, в ясном сознании, жили там, в другом теле, и так далее, я все это понимала, и, если бы не вот эта подготовка, да, вот эта подготовка к Совету миров, о которой, о которой, естественно, я не знала, да, можно было подумать, что, о, тебе Бог дал, с какой стати, да, вот с какой стати тебе Бог дал вот такое, что пришел Дух и перенес тебя на несколько веков назад, вот такое событие, вот, и я понимала, что, ну, как бы это неспроста, но я не понимала, почему, почему мне Бог дал такое, я понимала, что Бог меня настолько любит, что Он мне дает вот такие события удивительные, которые ни с кем другим на Земле не происходят, вот, еще были другие воспоминания о жизнях, то есть это был, я помню несколько жизней, вот так вот ярко помню, вот так вот красочно, и точно понимая, что это не какие-то сказки, не какие-то фантазии, и не какие-то такие, знаете, сочинения, да, в стиле эзотерики, это именно Бог дает тебе знания, Он тебе дает знания, особые знания, которые не дает просто так, и когда попало, и кому попало, вот, теперь я уже понимаю, что все вот эти воспоминания, все эти воспоминания, для того, чтобы я поняла, что вот у меня много жизней, и причем, причем, когда однажды я подумала, когда я уже знала об духовной ориентации, я подумала, а все ли мои жизни были в духовной ориентации служения другим, вот, а не было ли в моей жизни других, каких-то нехороших таких, жизней, неправедных, и вот мне были даны также и знания о тех жизнях, в которых я не была праведным человеком, в которых я была обычным человеком, грешным человеком, то есть на службе себе, вот одна из таких жизней, я помню, вспоминаю, это была женщина, наверное, это были советские времена, у нее было трое детей, помню, старший сын, это ее любимый сын был, кстати, это был такой же сын, как у меня в этой жизни, вот, но жил он то ли не со мной, то ли как-то отдаленно, вот, затем у меня была тоже дочь, наверное, она тоже не жила не со мной, и у меня была самая младшая дочь, которую я не то чтобы не любила, она не слушалась меня, она всегда делала по-своему, была непослушным ребенком, и не старалась найти со мной вот общий язык как-то, а старалась как-то увильнуть от меня, и, кстати, это была моя, вот эта дочь, это была моя сестра, вторая после меня сестра, вот, с которой мы в этой жизни тоже не находим язык, часто ругаемся, вот, и, значит, вот эта младшая моя дочь, ей еще не было 18 лет, когда она убежала из дома, ей, наверное, было где-то 16 лет, когда она убежала из дома, связалась там с каким-то, мужчиной, который ее совратил, молодым мужчиной, и они где-то там жили-жили, потом она забеременела, он ее бросил, и вот, значит, она, то ли она пришла домой, то ли она не пришла домой, и ей некуда было просто идти, и она, наверное, будь я другая мать, она, наверное, ждала бы от меня какой-то теплоты, какого-то понимания, какой-то помощи, но я была такая женщина, не то чтобы вредная, я много с ней боролась, чтобы она меня слушала, и в конце концов, я не добилась этого, и когда она вот ушла, потом, забеременев, она где-то жила, у каких-то знакомых, вот, и, наверное, она ждала, когда я ее позову домой, но я не хотела ее звать домой, потому что я считала, что если она сама попала в такую ситуацию, и вопреки всем моим воспитательным мерам, и уговорам, и требованиям, она все равно попала в такую ситуацию, то пусть она сама и выкручивается, значит, она знает, как выкрутиться, раз она убежала из дома, вот, и ее парень, он тоже как бы должен быть участлив в ее судьбе, и как-то я оставила это на, как сказать, на ответственность их, на их ответственность, совершенно не понимая, что ей всего 16 лет, она еще молодая, она не может решить такие проблемы, что я, как мать, должна ей помочь в этом, ну, и я выбрала такую выжидательную позицию, ничего не делала, вот, я была такой эгоисткой, такая сухая женщина, такая, я курила, по-моему, кстати, в этой жизни совершенно не приемлю запах табака, совершенно не приемлю курение, это все отвратительно, мне даже вот запах услышал, и все, мне отвратительно это, но тогда я курила, вот, была эгоисткой такой, я не помню, какая у меня работа была, возможно, я не работала, вот, и я заняла такую выжидательную позицию, и в один из дней кто-то мне принес весть, кто-то мне принес весть, что моя дочь умерла, вот, и я поняла, что уже ничего исправить нельзя, вот, что уже не важно, кто прав, кто виноват, и, как говорится, вот таким образом я узнала об этой своей не очень благовидной жизни, и вот эта вот девочка, моя младшая дочь, в этой жизни она моя сестра младшая, вот так вот, это одна из моих неблаговидной жизни, вторая жизнь это та, о которой я уже рассказала, где мы, где в конце концов я поняла, что моя жизнь должна принадлежать ресурсу, это тоже моя неблаговидная жизнь, вот так вот, и еще существует такое правило, какая бы жизнь ни была, какие бы прошлые жизни ни были в ориентации служения другим или в ориентации служения себе, самое важное, это какую ориентацию выберет последняя душа, то есть, тогда, когда ей будет предложен выбор, важный выбор, то есть, все зависит от того, какое будет последнее решение, если последнее решение будет эгоистическое, то есть, душа выберет вот в этой последней жизни жизнь, служения себе, то какие бы ни были прошлые жизни, чем бы они ни знаменовались, какими бы великими делами, все это зачеркивается, и вся душа, все переходит на службу служения в себе, и в почете голосов на Совете Миров тоже именно так и считается, то есть, если душа, вот, присутствующая душа голосует за одно направление, то все души, все жизни вот так вот и идут, поэтому именно по этому направлению, вот, и здесь вспоминаются, конечно, слова Вячеслава Крашенинникова, отрока Вячеслава, который говорит, что, ну, и не только он говорит, некоторые святые тоже говорили наши, что самое главное, кто будет последний в роду, вот, кто последний в роду будет, праведник, тот спасет все души, которые были в его роду, почему, потому что, ну, это почти идентично, да, душа живет и род живет, все прошлые жизни души и прошлые жизни рода, это почти идентично, почему, потому что, вот, семья, семья, она в основном, вот, какая была раньше, такая она остается в этом, очень-очень-очень, очень-очень редко, когда какая-нибудь пришлая душа забирается, вот, в семью, забирается в семью и состав меняется, в основном, вот, вы в прошлой жизни были дочерью, там, своему отцу, в этой жизни вы мать, этому, ну, вот так вот, как-то она перетасовывается, и в основном, вот, состав семьи, а он один и тот же, очень редко бывает такое, что, вот, это, знаете, как бывает, в нашей семье это тоже есть, но я не знаю, кто вот это, вот, пришлая душа, то есть, вот, есть человек, допустим, он смотрит на эту семью и он думает, как хорошо, что, вот, именно, вот, эта семья, так завидно на нее смотреть, у нее, вот, такая хорошая какая-то атмосфера, они так дружные, дружные такие, успешные и так далее, и так далее, и вот это, как я уже говорила, вот это желание, стремление, да, вот этой души жить так же и как-то присутствовать, быть причастным к жизни этой семьи, оно может сыграть, на, вот эта мотивация может сыграть в будущем, в том, именно, что, все это учитывается, когда человек выбирает свою будущую судьбу, когда формируются уроки на будущую судьбу, вот это все учитывается, и вот эта душа может оказаться в новом сообществе, то есть, в новой семье, и принять там уже участие какое-то, и вот это вот я тоже видела, да, на примере нашей семьи, что одна девушка, я помню, коррелянка, очень захотела принять участие в жизни нашей семьи, и она в своей будущей жизни уже будет состав нашей семьи входить, вот это я тоже видела, да, то есть, все ваши желания, малейшие, они все учитываются, вот, смотрите вы на портрет чей-то, да, и вам так захотелось, вот, так захотелось, вот жить, например, вот в таком теле, да, ой, какое красивое тело, какая красивая, допустим, девушка, на следующей, в следующей жизни, если вы захотите, вот, при формировании вашей новой жизни, вы можете оказаться в теле этой девушки, то есть, жить в той семье, в которой представлена эта девушка, либо ваша внешность может быть похожа на эту девушку, но тут разные варианты, это в зависимости от того намерения, которое в этой жизни у вас формирует ваше желание, вот, что касается голосования или инкарнации, то понятие реинкарнации, которая существует в индуизме, я не знаю, насколько она там верная по сравнению, ну, схожа по сравнению с тем, что я говорю, но вот в христианстве, например, этот вопрос реинкарнации очень такой, какой-то размытый, кто-то ее отрицает, кто-то ее не отрицает, а полагает возможным, поэтому я уже предполагаю, что многие христиане там забросают меня камнями, скажут, что реинкарнации не существует, может, ее в христианстве не существует, и хотя я православная христианка, считаю себя таковой, но я говорю то, что есть на самом деле в мирах, я говорю только на основе своего опыта, своих знаний, и эти знания я уже перепроверяла, то есть не просто я говорю, потому что я где-то вычитала, где-то услышала, я говорю только свое, только свое, если упоминаю какие-то понятия из чего-то другого, из каких-то других учений, то только потому, что я знаю, что такие понятия существуют, и поэтому я упоминаю об этом, как вот, например, это слово реинкарнация, переселение души, на самом деле не душа переселяется из тела в тело, душа берет шефство над одним, потом над вторым человеком, который имеет еще и дух, потому что, как мы знаем, человек по образу и подобию Бога создан, и у него три, три единства, то есть сам человек, да, наверное, это слово аз, аз, аз выбираю, я, это душа, душа от отца, Бога, светлая, и еще есть дух, дух от матери, дух, он свои какие-то привносит, тонкости, душа свои, и аз, то есть не я, а аз, который человек, который делает сам выбор, и вот таким образом происходит вот это три единства, и когда душа берет шефство над одним, вот говорит, что она вселяется, на самом деле она не вселяется, она огромная, она не может вселиться в тело, она берет как бы шефство, этот человек является домом для души, а душа намного больше и объемнее понятия, чем человек, почему, когда человек прожил одну жизнь, жизнь, и его душа уже в другой жизни, то есть вторую жизнь живет, не сам человек, а душа его, то он не помнит ничего из прошлой жизни, ну, главным образом это происходит потому, что человек, душа человека, как-то с одной жизни в другую переходит, она проходит определенную стадию, то есть это река Стикс, но река Стикс, она не выглядит так, как река в нашем обычном понимании, это поток, поток определенных частиц, определенной материи, о которой я вам позже расскажу, вот, и эти частицы, они просто забирают всю информацию в движении, забирают эту информацию, когда человек, человеческая душа проходит этот поток, когда она проходит вот эту материю, вот эту плотную материю, вот этот поток, который мы в просто речь называем рекой Стикс, она теряет эту информацию, теряет память, потому что вот эта материя вбирает, вбирает всю информацию из души, вот, и у души почти ничего не остается из-за вспоминания о прошлой жизни, но в отдельном случае, когда душа сохраняет память, потом она как бы просыпается и сохраняет память, она может передать дух человеческому, человеку какую-то память о событиях из прошлой жизни, вот, ну это, как мы понимаем, бывает не очень часто, наверное, все, что я хотела рассказать об этом, вот, следующем вспомогательном понятии, это вот количество голосов при голосовании, связанное с количеством жизни, которое прожила душа, чуть-чуть коснулось понятие реинкарнации, переселения душ и жизни несколько раз, жизни одной души несколько раз, потому что, как мы знаем, душа бессмертна, это человек смертен, душа бессмертна.